Добрый вечер! Начинаем нашу пресс-конференцию по итогам первого дня 4-го канала. Я представляю участников нашей пресс-конференции. Это капитаны, капитан команды белых Алина Загитова, капитан синей команды Анны Щербакова, капитан красной команды Елизавета Токтамышева и спортсмены, которые представляют свои команды. Ксения Гущина из белой команды, Александра Степанова, Ивановна Гукина-Синий и Александр Самарин, который не случайно пришел на пресс-конференцию. Я думаю, что мы сейчас по традиции попросим Токтанов дать короткие комментарии до дня, рассказать о своих впечатлениях, да? И потом уже выскажутся ребята, мы перейдем к вопросам. Мы работаем очень быстро. Кто первая, кто вторая, кто третья. Мы третьи. Помога глупо по тебе вообще. Ну, конечно, пока еще надо делать какие-то выводы. Просто я думаю, что мы очень рады, очень классный сегодня день был. И мне кажется, что очень важно, что абсолютно все команды были невероятно увеличены в соревнованиях. Это самое главное. Конечно, как и та команда, скажу, что сегодняшний день прошел максимально успешно. Я очень горжусь ребятами. Тем более, что те, кто катали короткие программы, сегодня уже завершили свое выступление в этом соревновании. Так что, конечно, низкий поклон всем, кто сегодня выступал. Огромные молодцы. И, конечно, спортсмены и главные действующие лица все-таки этого соревнования. Поэтому я вообще очень рада быть частью такого большого турнира и иметь возможность создать следующие классные прокаты. Да, полностью поддерживаем. Конечно, здорово, что наши люди, когда они стоят на месте, очень стремительно двигаются вперед. Это показывает и эффективность в частности. Поэтому, да, все на сегодня огромные молодцы, все борются, все держатся за командой, у всех, кто всегда однажды у нас. Наверное, могу сказать, что все на максимум своих возможностей действуют, и это не может не радовать. По-моему, была сегодня потрясающая атмосфера. Да, атмосфера была потрясающая, очень веселая, дружная и очень волнительная. Сегодня первый день очень такой насыщенный получился. Я, мне кажется, все эмоции выпускного, которые у меня были, и сейчас сижу полностью опустошенная. Мы завтра настроены на борьбу. У нас отличный состав. Поэтому я надеюсь, что завтра будет не менее интересный день. Ну, я думаю, что сейчас спортсмены, непосредственно участники, выскажутся, и мы перейдем к вопросам, да? На самом деле хочется сказать, что мы год не участвовали в Кубке Первого канала, и сейчас опять окунулись в эту прекрасную атмосферу. И это невероятные эмоции. Честно, я сегодня и танцевал, и кричал, и на коленях стоял, так что вообще было, ну не знаю, впечатлений у меня масса. Вот, синие все один впереди, мы очень рады. И, конечно, на самом деле хочется от всего сердца сказать Сашке, как он сегодня катался, и вообще мы все стояли, и чуть слеза не потекла. Так что, Сань, ты красавчик. Спасибо всем зрителям и всем болельщикам, кто пришел, потому что атмосфера сегодня была правда очень добрая, очень заряженная, и мы получили не меньше энергии, чем потратили. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. 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 Я в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто посодействовал тому факту, что я здесь оказался, в федерации нашей первому каналу и моим друзьям-товарищам по сборной, которые сделали невероятную вещь и, грубо говоря, подарили мне такую возможность оказаться здесь, на этом празднике. В самое сердце просто попали. Я, наверное, сейчас, в эти дни, ну, относительно себя, прошлого, самый счастливый. Вот. По поводу турнира, это Кубок Первого канала, он, как всегда, на высоте, в море эмоций, и, вероятно, кто-то и капитаны, и команды потрясающие. Борьба, азарт, волнение, буря эмоций – все на высоте. Поэтому я счастлив, что мне подарили такую возможность быть частью этого праздника. Частью праздника. Спасибо. Как надо было собраться на такой прокат после спортики Ады, когда уже объявляешь о том, что совершаем шахтуки? Все равно это соревнования. Спортивный характер никогда не забывается. Да, я не успел, а не забываешь. Но лично я в моменте успел, конечно, я когда узнал, что я буду участвовать, я был на льду, на тренировке, но я внутренне успел немножко расслабиться. То есть я продолжал активность, тренировки, но внутри я такой, ну, все. И тут появляются новости, приходится себя обратно аккумулировать. И приняли решение без риска, но красиво сделать. И я надеюсь, что у меня это получилось. Получилось красиво, Светлана Владимировна плакала. Программа вот все. Просто видимо так ее эмоции переполняли. Спасибо, Саша. Спасибо. Мы тогда переходим к вопросам, если есть. Вопросы? Если нет вопросов, у меня вопрос. Как вам новый формат соревнований таких? Потому что они совершенно отличаются от того, что было. Короткие программы, но вот эта битва элементов, это совершенно новое. И нужно было вам, как капитанам, быстро сообразить, кого, как ставить, понять, объяснить. И спортсменам принять участие. Кого это? Как новый формат? Мне кажется, новый формат соревнований очень крутой. И он, наверное, добавляет немного элементов шоу в это все. И дает возможность спортсменам показать что-то, что они могут делать лучше других. Это может быть даже неожиданно. Кто мог догадаться, что когда-то будет проверять, кто дольше может в столбисе вращаться. Или ехать полминуты в поддержке. Мне кажется, это действительно очень захватывающе, интересно. И, на самом деле, немножко скажу, что ответственности было в каком-то смысле больше на спортсменах. Потому что именно они говорили, вот я хочу делать вот это, мы можем попробовать сделать вот этот элемент. И выбор больше был на их стороне. За себя могу сказать, что это безумно волнительно. Когда, допустим, танцоры обращаются в твизли, и вы на каждый оборот за них переживаете. Все вместе кричите, подбадриваете. Это очень круто. Так что я надеюсь, что зрителям тоже понравилось. Не забавить ничего. Лиза. Да, это, во-первых, очень интересно. Во-вторых, мне даже понравилась вся вот эта суета и организация, которую мы должны дать. Мы вчера сидели, сегодня еще дружной командой, принимали решения, сообща. И сегодня раскладывали именно эстафеты, потому что очень важно было нравиться у человека заставить. Столько я не думала, наверное, очень давно. Не принимала решений. И важно, как и за командное соревнование эстафеты. Очень обманительно было и очень интересно. Я, если честно, благодарна, что первый канал придумал такие соревнования. Потому что это добавляет назад еще больше азарта. И зрителям, и спортсменам. И я столько его циновников давно уже получала соревнования. Потому что эстафеты, я вообще обожаю эстафеты. И это очень. Спасибо. 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 И я продаясь. И это видео обязательно увидите язык. Надеюсь. И не раз, пока что-то конкретное вам сказать затрудняюсь. Но у меня планируется. С ближайшего вот. Я после Кубка Первого канала поеду в Самару на существование. Поэтому самарская публика меня еще раз впрочем уважает. Это совпадение в Самаре? Не исключено, что это какой-то задусел. А так, надеюсь, что мы с вами еще будем видеться. У меня вопрос, что я задала команду. Я тоже немножечко сказала о том, как вчера выбирали. На что вы выбирались, когда выбирали? Были бы желания спортсменов? Или же были бы смотрели баллы? Или, наоборот, как мы набирали команды, когда происходила «Жильевка», то там я лично смотрела по табличке, кто какие баллы за сезон набирал, какие места занимал, стабильные спортсмены, все это выписывалось себе. И составила свой какой-то план, по которому я буду действовать. Конечно, несколько раз он в течение «Жильевки» нарушался, потому что невозможно будет угадать, кого когда выберут девочки. Поэтому, естественно, немножко, конечно, в процессе приходилось тоже что-то обдумывать. Также старалась думать о том, что два человека катают коротку, два произвольного в одиночном катании. Тоже, чтобы у всех это была сильная их сторона, показать программу. А если говорить о том, как мы выбирали, кто именно что будет катать, то дальше уже был совместный сбор команды, где все ребята, которые про себя говорили, как они это видят, мы это все вместе обсуждали. И могу сказать, что, например, изначальный мой рассказ немножко поменялся во время обсуждений. Вот сидит там человек, который очень активный. Наш расклад тоже поменялся. Тактик. Активно продвигал свою тактику. Мы доверились его на льду. Я думаю, он расскажет, что он думает, потому что он очень упорно отставил свою точку зрения. Я не думал, что это выйдет. Вы хотите слышать? Да. Давай попробуем. Потом выделишься за этой тактикой. Да. Была тактика, и мы ее придерживаем. Все. А все остальное – это внутреннее. Нельзя раскрывать все карты. Короче, если что-то скажет не так, то это ты будешь виноват. Не исключено, не исключено, что я могу быть чуть-чуть виновен, но… Да нет, у нас самый лучший. Все. Сколько времени… Сколько времени ушло у капитанской команды для того, чтобы разложить, кто будет выступать, в каком виде, и… Это же нужно было… Конечно, шубри. Это же ушло, наверное… Не знаю, это же не за 5 минут пришло, а за 15. Ну, если втратить, то мы всех расписали за полтора минут, а потом же полтора часа танцев. Ну, я очень дипломатично все вел. Я всех поддерживал. Я не представляю, чтобы ты не дипломатичный вообще, что ты делал. Нет, ну, в плане, я не жесток был в своем решении. Я пытался расписать, что есть такие варианты, такие варианты. Я был энергичен. Да, еще вопросы. Алина, ты будешь говорить? Да, Алина, сколько у вас ушло? На самом деле, я тоже подписывала Джену Балду как спортсмена в программе, также написала какой-то рейтинг по чемпионате России, насколько все пришли в форму к этому штабу. Ну, естественно, так сказали, что кто-то в нашей жизни легкий, чуть-чуть поменялась тактика. И, ну да, я выбрала команду. Я считаю, что она хорошая, молодая, заряженная на победы. Вот. Потом мы пришли даже, короче, в номер. Сначала мы начинали суждение в автобусе. В автобусе пришли в мой номер, чтобы... Я не знаю, что я не послушала. Ну, это место лучше, но... Ну, ладно, в общем, продолжали обсуждение в номере. Также все возбирали в студентарство. Я пыталась ко всем прислушаться. Также, кстати, вот ко всем премиум спрашивал на сколько будет это спортсмен. И потом мы тоже, короче, реально собирались, стали и пришли, в общем, из меня. Которые все уже... Все уже не дели. Ну, мы тоже пришли ко мне в номер. Часово... Я не послушала. И полтора часа, наверное, нам... Вот сколько времени нам дали послежку, все это время, за мной не знали, кто раньше времени стал из точки. В 20-55 я сдала. Через 7 минут до Ани. И поэтому, я так поняла, мы все до конца пытались просчитать какой вариант самый лучший. Мы тоже очень быстро три вида распределили. Мальчики, танцы и пары. Ну, с девочками больше было вопросов. Но я надеюсь, что мы сделали все правильно. Поэтому... Ну, это было интересно. Мы все вместе перекрикивали иногда друг в друг. Думали, да, как нужно сделать это так. Но в итоге все были довольны по своим распадам. Да, еще вопросы есть? Если вопросов нет, то мы поблагодарим ребят и капитанов за этот чудесный день. Благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!